Еще раз добрый вечер Славутич, второй раз уже говорю, я думаю, что это приятно слушать поклонникам Зеленского и как оказалось, вот мне приятно, что наши комиссии сработали так четко. Два часа подсчитывали предварительные итоги голосования в Славутище и вот Александр Бернатович мне сообщил эту интересную информацию. Итак, в Славутище проголосовало всего 11 073 словучанина, 61,9% за Зеленского. Проголосовало 8 893 человека, что составляет 80,3% принявших участие в голосовании. За Порошенко 1914 человек, что составляет 17,3% принимавших участие в голосовании. Как видите, ну порядка 3% бюллетеней, ну они признаны недействительными или были испорчены. Вот такие результаты, это оперативная информация, это предварительные результаты, это все пока еще в телефонном режиме, но я думаю, что они точно не отличаются и мы знаем результаты голосования за Зеленского и за Порошенко. Еще раз напомню, что Национальный экзитпол показал результаты 73,2% и ТСН 72,7% за Зеленского и за Порошенко 25,3% и 27,3% за Порошенко. Ну могу сказать, что сумасшедший, наверное, это на уровне рекорда. Вотум доверия к шестому президенту показали жители Украины просто сумасшедший. Рекорд по разнице баллов, просто такого вотума доверия я думаю, что ни один президент не имел. Еще раз получается, что учитель из кино стал президентом, имея политический стаж не более трех месяцев. Он выиграл у действующего президента со стажем более 20 лет. Ну, опять же, это фантастический результат, это результат достойной книги рекордов Гиннеса. И если так вот коротко подводить итоги, то можно точно так же назвать и беспрецедентными дебатами на стадионе, на которые очень много ставил Порошенко. Он надеялся разорвать Зеленского, но Порошенко не выиграл. У него не получилось абсолютной победы. И вообще само понятие дебатов на стадионе, это можно зарегистрировать как книгу рекордов Гиннеса. Во-первых, более 20 тысяч зрителей присутствовали на дебатах. Во-вторых, безусловно, это такое уникальное явление и тоже можно зарегистрировать это за Украину. Еще из первых информации о том, что произошло вот эти два часа после окончания выборов. По словам Кучмы, Зеленскому достанется страна в состоянии войны, которой не видно конца. И разделенная Украина экономика на грани дефолта. Ему можно только посочувствовать. Порошенко, что тоже необычно для нашей страны. Предыдущий президент признал решение Экзетпула, признал свое поражение, обещал помочь Зеленскому даже до инаугурации. Кстати, они уже созвонились. Порошенко позвонил Зеленскому и поздравил его с победой. На первой пресс-конференции Зеленский обещал сократить администрацию президента. И, возможно, она не будет в центре Киева, а где-то в другом месте. К шуткам 95-го квартала он и раньше относился хорошо, и будет относиться и в будущем хорошо, и независимо от того, кто там будет руководитель. Луценко это старая команда на месте Луценко. Луценко, я бы подумал. Минское направление будет продолжаться и вернуть всех моряков и пленных домой. Одна из самых главных задач, которую он пообещал выполнить. И он попросил помощи у журналистов собираться делать серьезную информационную войну. Но вот с точки зрения креатива, тут действительно Зеленскому нужно сказать доброе слово. Вот подобного креатива на выборах у нас в Украине еще никогда не было. Кроме того, он сказал, что будет защищать украинский язык. И честно признался, кстати, что, несмотря на то, что он обещал не нарушать законы, но он его нарушил. И продемонстрировал на камеру заполненный бюллетень. Как он показал в своих показаниях, объяснил, этот бюллетень попросили ему показать журналисты. В итоге ему выписан штраф за нарушение тайны голосования. И, как говорит сам Зеленский, он уже его заплатил. Итак, еще раз напомню, что результаты окончательные, предварительные, скажем, я не могу их назвать окончательными, Уже у меня есть 11 073 славученина пришли на избирательные участки, что составило 61,9% всех избирателей. За Зеленского проголосовало 8 893 человека, что составляет 0,83%. И за Порошенко проголосовало 1914 избирателей в Славутище, что составляет 17,3% избирателей. Итак, я так понимаю, что мы будем ждать окончательных решений по всей Украине, но будут они примерно такими же, чуть-чуть меньше проголосовало на Славутище, чем в первом туре. Ну, а подробнее о выборах в Славутище мы расскажем обязательно в среду. А пока вот вся информация. Будем считать, что в выборах практически поставлена точка. Ну, ждем официальных результатов. Кстати, до 5 мая Центральная избирательная комиссия может как бы тянуть время и дать окончательные результаты. Ну, а инаугурация должна пройти обязательно, как край, в мае этого года. До свидания, до новых встреч. Встретимся в новостях в Славутище в среду в обязательном порядке.